13 и 14 июля на базе учебно-тренировочного комплекса «Скалодром» проходил третий фестиваль «Честной живой музыки. Тяжёлая вода-2013». В фестивале приняли участие около 25 музыкальных коллективов различных стилей и направлений. Фестиваль по праву можно считать международным. В этом году у десногорцев была возможность познакомиться с творчеством групп из Израиля, Казахстана и Белоруссии. Да и география российских городов, откуда приехали музыканты, расширилась. Москва, Смоленск, Калуга, Брянск, Тамбов, Обнинск, Десногорск. Были у нынешнего фестиваля и другие особенности. Мы немножко расширили границы фестиваля. В этом году будет хард-диджей-шоу от творческого объединения «Зу Стейт». Ребята будут сводить треки металистов, рокеров вместе с джанглом и драм-н-бас, такими направлениями электронной музыки. Я думаю, всем понравится. А второй день мы откроем боди-арт-показом. Это первое такое событие в городе Десногорске. Такого еще не видели. Мы привезем подиум, построим возле сцены. Завтра будет красиво. Почетные гости – это наши друзья группы «Урбан Стрип». Это смоляне. Это люди, которые нам всегда помогают. Помогали нам на первый фестиваль. Они нас рекламируют на всю область. Они показывают, кто мы, что мы. Рассказывают о том, как у нас здорово. Они нам помогают с подбором наших хедлайнеров, чтобы мы получали как можно меньше от них трудностей, как с гонорарами тоже утрясти момент, потому что это большая составляющая бюджета фестиваля, гонорара выступающих артистов, на которых приходят людей, то есть хедлайнеров фестиваля. И, конечно же, Алекс Сигмер – это человек, который прилетел в Десногорск, собрал тут рок-музыкантов и меня так зацепил и сказал, что нужен фестиваль в городе Десногорске. Ну вот мы его сделали теперь. А еще ребята едут у нас из Тель-Авива. Они подавали заявку, но мы решили их пропустить вне конкурса, потому что они проходили вне конкурса. Это очень сильная команда. Дети иммигрантов из СССР, но сегодня они уже, по-моему, в городе, так что мы сегодня вечером их увидим. Ну и, конечно, хедлайнеры ТТ-34 и Дистемпер – это известные люди. Организаторами фестиваля и его учредителями стали Молодежный парламент Десногорска и Комитет по культуре и молодежной политике Администрации муниципального образования город Десногорск. Фестиваль «Тяжелая вода-2013» – это одно из немногих мероприятий, которые мы проводим по инициативе молодежи нашего города, молодежного актива. И нужно сказать, что мне очень приятно, что в числе организаторов, а их порядка 30-40 человек, вот сейчас вы видите, их они в футболках типовых ходят, Д2О. Это все наш молодежный актив города. И по их же инициативе в этом году нам удалось, помимо средств, которые выделяет администрация города, они очень активно поработали с депутатами городского нашего совета. Причем не мы, не Комитет по культуре и молодежной политике, а именно ребята. Значит, по их инициативе они разговаривали с каждым депутатом и довольно-таки достаточные средства были выделены не только депутатами нашего Десногорского городского совета, но и депутатам Смоленской областной думы Михаилом Васильевичем Лосенко. И очень приятно и очень отрадно, что молодежь вместе с нами, мы готовили проекты, мы выиграли конкурс социальных проектов по линии Росатома. И поэтому большую поддержку мы получили в этом направлении. Значит, нам удалось увеличить и выпуск сувенирной продукции. Участники фестиваля жили в палатках на живописном берегу Деснянского водохранилища. И все, с кем мы общались, отмечали красоту этого удивительного места. Прекрасное место у нас. Наш приезд связан, он попадает в рамки нашего Open Air Tour летнего. И мы в каждые выходные по нескольких городов объезжаем. Соответственно, такой заметный фестиваль мы не могли пропустить, исключительно включили его в свое расписание. Вот мы у вас впервые. Как вам все? Ну, пока мы доехали, только вот осматриваемся. Прекрасный Бор Сосновый. В общем, отличное место. Вот водоем, водохранилище местное. Мы хотим сейчас туда все-таки, да, подойти, там, искупаться. Вот. Прежде чем начнем готовиться к выступлению. Вы какие выступаете? Ну, вечером у нас. Я в расписании не помню. Вот. Вечером выступаем, где-то в районе 8. Скажите о музыке, которую вы играете? Ну, мы стараемся экспериментировать. Применяем там необычные инструменты. Но, к сожалению, сегодня у нас не в полном арсенале будет инструментарий представлен. Вот. Такой облегченный. Ну, это все из-за рамок фестиваля, временных и прочих. Более компактно мы будем сегодня выступать. Вообще, то есть, ориентируемся на какие-то такие искания, на сплавы в стилях, смешивание эксперимента. Ну, опять же, не отрываясь от реальности. Поем на русском языке. Вот. То есть, стараемся использовать какую-то глубинную такую лирику. В общем, то, что у человека внутри не поверхностно, там, какие-то повседневные заботы, а именно вечные такое. То есть, никуда не уходящие. Отлично. А теперь несколько слов по группе. Ну, у нас три человека. Вот. Гитара, вокал, барабан и бас. Образовались давно? Ну, группа существует с 2005 года. Просто произошла смена состава два года назад. Вот. За этот период мы повыступали, построили себе студию. Вот. И с этого года уже плотно взялись опять за творчество, за музицирование. И вот в новом составе уже, то есть, на новом, на очередном рубеже, поднявшись себе планку, поднявшись самими на нее. Вот мы выступаем, пробуем себя с новыми силами. Где уже были? Куда поедете? Ой, были в Смоленске, были в Костроме, были в Питере уже два раза. В Курске были. Похоже, что нас туда еще пригласят. Потом приглашают в Мурманск по расписанию. Завтра в Москве мы выступаем. Уже просто то, что сразу вспомнил. Вот вспомнила. Что ожидаете от фестиваля? От фестиваля, ну, во-первых, качественное выступление. То есть, ту публику, которая нас еще не слышала, чем-то удивить, показать определенный уровень. Ну и, соответственно, тоже увидеть какие-нибудь коллективы интересные, поучиться у них чему-то интересному. Ну и, соответственно, вот дружеская атмосфера, обмен информацией, позитивной энергетикой. Ну и все, что можно вообще в таком прекрасном райском месте получить, как обычному посетителю, обычному человеку, все удовольствия. Что ожидаете от фестиваля? Ну, во-первых, позитивных эмоций, качественного звука, ну и настроения отличного. Мы играем Young Lovers Rock, рок для молодых и влюбленных. Но остальное проще будет, наверное, послушать, чем рассказывать. Потому что я слов не нахожу, как правило, для описания этого всего. Фестиваль в Десногорске удостоился поддержки и со стороны администрации Смоленской области и областного департамента по делам молодежи. Активность и инициатива молодежного парламента нашего города не остались незамеченными. Сегодня очень важно поддерживать молодежную инициативу. И вот уже третий раз в городе Десногорске проходит очень замечательный фестиваль «Тяжелая вода», который собирает не только поклонников музыки города Смоленска, но и со всех уголков нашего земного шара. Очень приятно, что с каждым годом количество участников растет, что творчество молодежи занимает очень явно лидирующие позиции. И приятно было слушать. Я вот на сайте послушал много композиций 2012 года. Это на самом деле прекрасное творчество, которое заставляет молодых людей взять гитару, бас-гитару, либо акустическую гитару и творить, создавать прекрасные вещи, тем самым развивать себя и дарить прекрасное окружающим. Я уверен, что подобные фестивали зажигают молодежи искорку, они сегодня популярны. И я уверен, что он будет еще очень много лет традиционно расширять круг участников. И может быть, когда-то мы приедем, тут будут мэтры такие, как группа «Скорпионс», «Металлик» и еще другие. И я думаю, что это все уже, как сказать, в перспективе ближайшей. Ну а то, что наши молодые ребята, в том числе и Десногорский, и Смоленский, и наши соседи из Белоруссии делают прекрасные вещи. Это уже очевидно, потому что выходит очень много альбомов, которые популярны. И все они размещены, часть, по крайней мере, на сайте, которые прекрасно лично я изучил, не только готовясь к этому фестивалю, но и просто как человек, который любит хорошую современную музыку от классической до рока. Именно поэтому администрация Смоленской области и департамент по делам молодежи, сегодня реализуя молодежную политику, поддерживают именно те мероприятия, которые выходят от инициативы от самих молодых людей. И молодежный парламент, который работает в городе Десногорске, свидетельство тому, что этот орган, общественно-консультационная молодежная структура, прекрасно работает и делает прекрасные мероприятия. Я хотел бы всем пожелать удачи, хорошего настроения, провести хорошо время на нашей смоленской земле, в городе Десногорске. И уверен, что в таких фестивалях, безусловно, есть хорошие лидеры, победители, но каждый делает свою изюминку, готовится к этому и хочет здесь ее показать и зажечь. Зажечь удалось не сразу. Открытие фестиваля, назначенное на 15 часов 13 июля, откладывалось на неопределенное время из-за вышедшей из строя звуковой аппаратуры. Час, еще час, уже 17, а в 18.00 съемочная группа покинула концертную площадку фестиваля. По словам очевидцев, аппаратуру удалось подключить только в восьмом часу вечера. А пока мы из первых уст слушали историю возникновения фестиваля. Идея, значит, название фестиваля, на самом деле, я уже сказал, что Олег Сигмер, Олег Сверчков, он директор центра досуга в Печерске. Ну и плюс поэт, музыкант, исполнитель, и все в этом сведено в Олег Сигмер такой проект. Он связался со мной, сказал, Саша, в городе Десногорске потрясающая публика, потрясающие площадки, надо вам делать фестиваль. Я человек далекий от рок-музыки, сказал, ну, соберем кого-нибудь из музыкантов, рокеров. Приехал, убедил как-то быстро всех, и меня в основном, что надо делать, потому что, как бы, организация легла все равно в мою сторону, со стороны молодежи, остальное на себя брала администрация, потому что мы еще плавали так, как слепые котятки ходили и не знали, куда сунуться, как это правильно делается, как все сделать по закону, без проблем. А название, название на самом деле рождалось часа два, 5-6 человек. Это был Игорь Гоманов, Олег Сверчков, я, Тарас Полищук, Саша Сливина, по-моему, была. Кто-то еще, вот такая, в бешеном ритме придумывали, что бы такое свести атомную станцию, наше водохранилище и честную живую музыку. Ну, в общем-то, так, посоветовавшись в итоге с химическим цехом САЭС, да, узнали, что все-таки ДТ-Ри-2О у нас присутствует, да, где-то слегка он в бассейнах у нас есть. Ну, и красивая эмблема Д-2О, запоминается, в общем, пиар. Ну, так, тяжелая вода и тяжелая вода проводим на берегу водохранилища. В общем-то, можно связать с тяжелой музыкой. Хотя у нас фестиваль поделен на два дня, это тяжелый день сегодня, а завтра будет рок-н-ролльчик, фолк-рок, поп-рок, вот такого брит-поп. Поэтому сегодняшний день больше нацелен на публику от 16 до 25, а завтрашний день накроет вот от 16 и до, и пока вам, ну, пока вы еще сюда можете прийти. Субтитры подогнал «Симон»!